Старый немецкий промышленный трехниточный оверлок Текстима Алтин 8514 с централизованной смазкой. Как сказали после поломки и волки, оверлок не работает уже давно. Когда пришел работать на фабрику, таких оверлоков уже не было. Были 51 классы, джуки, мо 357 и джуки 816. Так что с такой маркой оверлоков встречаться не приходилось. Так что будем ремонтировать, импровизировать, опираясь на свой опыт работы с разными видами оверлоков. Откручиваю вот здесь и вот здесь сделаю распил чуть-чуть ниже, чтобы сам петлитель можно было поднять вверх. И посмотрю по игольной пластине, чтобы он не цеплял игольную пластину. Ну попробуем еще так. Так, откручиваю. Смотрите, взял вот чуть-чуть ниже, распилил. Вот у меня винт здесь свободно проходит. И теперь я могу его поднять еще чуть выше. Так, ставлю наш петлитель. Так, закручиваю. Так, не совсем. Вот так вот. Так, это уже до конца вверх. Так, ну что, я поставлю игольную пластину. Закручу винтом. И проверю, чтобы петлитель не цеплялся. Ну да, вот немного слышно даже, что цепляется. Значит, чуть-чуть вниз опускаю его. Вот здесь вот он цепляется. Вот пальчик тут такой стоит. И он за него цепляется. Значит, чуть-чуть опускаем его вниз. Вот так вот. Подтянул. Во. Так, смотрим. Там зазорчик. Петлитель вот показался. Здесь он не цепляется. Все отлично. Так, теперь нужно посмотреть, что у нас получилось. Здесь. Как у нас петлитель к иголке стал. Так. Смотрите. Да, вот еще бы чуть-чуть. Еще бы на полотверстия. Так, ну вот хочу еще чуть-чуть приподнять. Отпускаю. И приподнимаю. Вот вверх. Пошел. Вот он. Уже уперся. Уже уперся. Так. И теперь мне его нужно чуть-чуть вниз. Так. Так. Ну, кажется, нормально. Так. Попробуем затянуть. Так. Ну что, вроде как проходит нормально. Не цепляется. Так. Затягиваю вот этот винт хорошо. Так. Ну, теперь сейчас посмотрим. Так. Ну, вот смотрите. Все. На полотверстия. Видите? На полотверстия у меня. Не совпадает. Еще ничего сделать не могу. Подам немного вправо петлитель. Носик петлителя идет прямо по иголке. Ну, слышно. Попробую подвинуть чуть-чуть наш левый петлитель. Так, беру. Если нужно подробное обучающее видео по регулировке продвижения и перетопа лапок на рукавной машине Typical GK2605 и другие похожие машины такого типа, пишите на почту универсалум60собакогмайл.com Ссылка на почту также есть в описании под видео. Вот сюда вот заложу. Так. Отпускаю. Так. Вот так вот ставлю и чуть-чуть стукну по ручке отвертки. Вот, пошел. Пошел. Так, что у нас здесь получается? Так, еще можно чуть-чуть дать. Еще попробую. Чуть-чуть. Чуть. Вот так вот. Так. Так, ну вот это уже, по-моему, это уже, по-моему, даже чуть перебор нет. Вполне в идеале. Да, это в идеале. Так, ну что? Здесь вроде как нормально, да? И теперь попробую стукнуть немножко вот сюда вот. чтобы чуть-чуть его туда посадить. Чтобы он не так плотно подходил к иголке, носик. Так. Ну да, кажется, удалось. Да. Все. Отлично. Теперь это нужно все аккуратно зажать. Зажимаю. Так, есть. Так, ну и отверточку беру помощнее. Есть. Так. И так же зажимаю хорошо вот этот винт крепления. Есть. Так, проверяем, что у нас получилось здесь. Так, иголка в крайне нижняя. Иголка поднимается вверх, вверх, вверх. И вот отверстия совпадают. Вот я взял носик, поставил на иголку. И смотрите, нажимая, видите, у меня есть движение малейшее, малейшее. Ну, все правильно. Как говорят, на толщину папиросной бумаги. Так, все. Здесь отлично. Ну, теперь что? Теперь у нас правый петлитель. Правый петлитель очень далеко берет нитку здесь. Его нужно бы чуть-чуть сюда, поближе вправо. И смотрите, перехват какой, видите. Ну, он далеко заходит влево. Его бы чуть-чуть назад сместить. Ну, вот, будем смотреть. Значит, здесь тоже есть такая регулировка. Так, как и на верхнем петлителе тоже регулируется. Ну, попробуем сместить его вправо. Так, вот этот винт. Откручиваю его. и смещаю его вправо. Так, не вижу. Движения не вижу. Так, нам надо его сместить. А вот, пошел, пошел. Нужно его подтянуть, чтобы его не вывернуло. Так. Подтягиваем винт. Так понимаю, он до конца уже ушел вправо. Да, уже до конца все. Подтягиваем винт. Так, ну что? Левый отлично. Правый мне не нравится. Очень не нравится. Ну, не знаю, не знаю. Как это будет выглядеть. Да, нужно собирать верх, нужно заправлять нитки и смотреть, как происходит петлеобразование. Да. Ну что ж, так и сделаем. Значит, мы опустили до конца игловодитель. Левый петлитель мы тоже выставили. Отрегулировали по отношению к иголке. Здесь все нормально. Теперь мне не нравится правый петлитель. Хорошо. Будем смотреть по петлеобразованию. Вот.